Это не столько обсуждение моего представления, а сколько... Чувствуете лоб басхатыни в каждой четвертой стиле? Да, да. Сколько попытка просто проанализировать такт поведения, для достижения нашей цели в виде некой трансформации. То есть это, грубо говоря, померкованные, медленные, с агже-шагом, где, возможно, шок терапия, где, возможно, грубо говоря, где нам возможно и как расширять формат дискуссии для того, чтобы можно было, в конце концов, добиться тех целей, которые мы с вами обозначаем и платформой бизнеса, и другие документы. Мы, собственно, это обсудим, этот блок вопросов, для того, чтобы, собственно, потом сформулировать наши предложения или дать рекомендации разработчикам платформы 2019 года, а также участникам рабочих групп, где мы там, собственно, все участвуем. Для меня там, как с этим производителем занимательства, для других органов, того же там Андрея Карпунина, который работает по фискальным налоговым реформам, по политическим вопросам. После этого это очень важно. Поэтому благоценка очень важна с точки зрения содержания, формы подачи, маркетинга, ну и, понятное дело, нетворкинга. Поэтому давайте начнем с нашей замечательной семьей данной. Как вы это видите, вот, в позиции обозначенных вопросов про меня? С кем мы ведем диалог, кому мы должны это представить? Формат диалога, маркетинга, содержание диалога, аргументы в ту или иную пользу. Вот, собственно, все, рефлексия на этот счет. Понятно. Ну, с учетом того, что, в общем-то, я сегодня за эти три дня получила огромное количество информации, и узнала, в общем-то, увидела, что диалог с властью ведется, но ведется, возможно, разными путями. Я считаю, что диалог с властью стоит продолжать, и продолжать именно в том ключе, вот, поддержу Карягина, его точку зрения, которую он высказал, в сообществе именно с гражданским обществом, прежде всего и с общественными организациями. Потому что, действительно, четко сформулированные, во-первых, платформа очень четко существует у предпринимательского союза и у ассоциации, и власть сегодня слышит, но слышит, опять-таки, точечно. Что хочет слышать? Ну, понимаете, это вот не будем, хотя это дискуссии, будем дискутировать. На мой взгляд, просто, может быть, разными путями надо идти. Какими? То есть, я почему спрашиваю тебя первую, да, что вот ты представляешь организацию, которая необычная, она с традициями, она такая статусная, да, вот, и ты вот так человек с опытом в работе в сфере знаний, да, вот здесь знания у нас, мы себе представляем какой-то объем знаний вот относительно экономических форм, бизнес-фирм и так все прочее. Что бы ты видела, надо там улучшить, дополнить или от чего-то избавиться, для того, чтобы у нас матч звучало более убедительно? Значит, ну, хорошо. Я работаю с властью, работаю с ней очень плотно. С учетом того, что я представляю государственную общественную организацию, при всем при том, которая абсолютно не финансируется из бюджета, не датируется и никогда не датировалась. На протяжении даже 71 года, сколько она существует. Ну, Советский Союз, это была партийная система, не будет на это уходить. У нас очень плотное и хорошее взаимоотношение. Мы там, то есть, любой вопрос, который возникает, мы решаем его не в формате, там, какой-то там проблемы, что я прихожу, там, говорю, у меня проблема. Я конструктивно об этом говорю, объясняя, что вот это необходимо для совместной деятельности. То есть, ну, может быть, я как женщина где-то нахожу дипломатичные аргументы. Может, женщина только себе? Точно. Наверное. Может быть. Это тоже имеет значение. И достаточно, ну, у вас есть женщина в парламенте. И важно... А у вас? А у вас? А у вас в парламенте нет? Нет, я имею ввиду, от именно предпринимательского союза, именно с вашими идеями, ну, с вашими проблемами, которые она прежде всего должна там озвучивать, и чтобы ее слышали. Это тема отдельного разговора. Это... Аня, конечно, могу сделать несколько замечаний, но не буду я сейчас... Вопрос в другом, что вас услышат. Важно, как вы будете разговаривать. Конструктивно. Там сидят, там очень люди слышащие, достаточно грамотные. И важно, как им преподнести это в том, вот честно, абсолютно, вот как Лилия Ивановна выступала, мне очень понравилось ее выступление. Человек болеет за дело, и все при этом владеет полностью нормативно-правовым законодательством, вопросами внутренней системы, личной жизнью и личными вопросами членов ассоциации, союза и так далее. То есть вот эти вот составляющие, понимаете, они все имеют значение. Поэтому, когда есть какая-то проблема, я считаю, что очень спокойно, очень мягко, конструктивно решается любой, любой конфликт, скажем так, и любая проблема. Спасибо большое, Леша. Я? Да. Ты, Леша. Хотя сложно использовать гендерные факторы продвижения, факторы профессионального экспертного мнения. Почему? Хочется плакать. Но я еще не решил то ли от смеха, то ли от безысходности ситуации. Три дня эта школа показывает, что умные люди есть, идеи классные. А напрочь, фатально, отсутствует системность, во-первых, мышления, во-вторых, деятельности. Вот эта платформа, которая проводится раз в апреле, это как в цирк приехал Шепеток, в город приехал в цирк Шепеток. Все собрались, поговорили, чиновники отчитались, сделочку поставили и разбежались. Первые годы, ну, здесь нету ни Лили, ни Корягина, Эрслав, ты помнишь, что первые годы я был одним из авторов этой программы, пока она был виден, не написал большую статью о том, что это все фухло, без постоянной имманентной поддержки медиа. Платформа, она должна озвучиваться не только там за две недели до ассамблеи, а все наработки, все достижения должны публиковаться, распространяться, вкладываться в головы людям постоянно. Хорошо говорил Иван о рестернизации населения. И вот рестернизация проводится только пару недель в году. Такими темпами не то, что мы, не только наши внучки, а те существа, которые появятся в ходе эволюции из людей, они еще будут жить в такой же экономической ситуации, в которой мы живем. Исторический такой дискурс, в истории нет ни одного примера, когда оборона приводила к победе. К победе может привести только либо наступление, либо контрнаступление. И белорусский бизнес, и мы с вами похожи на Наталья Апольба, который сидит, слушает красивую музыку у себя в комнате, а мыши эти серые, непонятные, безымянные, да, они его троллят, они его обижают, они воруют у него вещи сырые, они, ну, помнишь, все эти модфильмы, а мы такие добрые леопорды, ну, ребята, давайте же и трогим. Ну, мы же вам это предлагаем, мы это. Мыши этого не слушают. С мышами надо работать по-другому. Шоком. Не только постоянное наступление. Чем? Шоком? Током? Чем? Как минимум смехом, да? Римы не что говорили. С смехом расправляем нравы. Я не призываю никого брать там вилы, идти строить баррикады, жечь покрышки на площади. Можно просто публично, постоянно высмеивать все эти глупости, которые происходят в стране благодаря безумству принимающих решения чиновников. Это было бы и безопасно для бизнеса, для бизнес-ассоциаций, и полезно для просвещения, потому что ничто так не запоминается, как хорошие ошибки, это хорошо выясненная глупость правительства. Этого не делается. И все эти достижения, которые платформа за десятилетие уже получила, они тоже освещаются где-то очень споттером. Вот там вышли статеги. Ты как маркетолог? Ну, наверное, да. То есть продукт не продается. Окей. Сибат Макс. Да. Я в целом согласен с тем, что сказал Алексей. Единственное, что я не так, наверное, пессимистичен по этому поводу. В плане продвижения мне нравится идея Дмитрия Потапенко, которого мы слушали вчера. Это жесткий анализ, на самом деле. Это достаточно жестче. Такой разговор, я думаю, чиновники наши не вынесли. Что построение общества будущего, скажем, это работа после работы. Личный успех в бизнесе, как бы, и активная гражданская позиция. Я думаю, что это единственный инструмент, который сейчас нам доступен. На самом деле. У нас нет доступа к национальным СМИ, но у нас есть доступ к сетям. Пока. Приедете, ну неважно, будем общаться там в этих подпольных ячейках с паролем. Дарт интернет, да. Дарт интернет, через мир, да. Приедем к себе домой на малую родину. Алеша скажет. Это все равно же мыши. Это какой-то Леопольдом, на самом деле. Вот. И расскажите об этом мероприятии. Убедите родных хотя бы, господи, убедите своих родителей в том, что либерализм это не плохо, не страшно. Это, на самом деле, адекватное мировоззрение. Спасибо, Ваня. Эффект в контексте чего? Мы всегда думаем относительно того, как чиновник воспринимает документы. Что будет, если, например, его немножко радикализировать за счет внесения этих изменений, которые я делал в своей презентации. То есть, чтобы расширить дискуссии, может быть, либо не в тексте платформы, отдельным какими-то блочком таким, да. Но, на самом деле, это все хорошо. Но, для того, чтобы копия-польд не стоял, не сидел, да, нужно, собственно, делать именно эти системные реформы, которые приведут нам гораздо быстрее к ожидаемому результату, к желанному результату. Я смешно и согласен в его анализе, совершенно не согласен с методикой. Смеяться нельзя. И тут, чтобы ты сегодня с утра еще раз напомнил про все вот эти устоявшиеся ментальные шаблоны, ты их тоже не переломаешь никак, честно сказать. Это пять поколений, причем ты будешь действовать против западного мэнстрима, а там про это расскажут. Это невозможно. Только простой месседж может дойти. У нас в этом смысле большой плюс. У нас адресат-то, на самом деле, есть профсарификация, да. И в этом смысле, я считаю, что все-таки главное, это всем кричать на всех углах, что, посмотрите на Россию, там менты сожрали весь рост. Ну, это самый мысль, да. Силовики, да. Силовики, они сожрали весь рост в России, там у них, они получают триллионы долларов за счет нефти, и все равно все не в столб. Потому что контролирующие органы и силовики весь рост сожрали. Роста нет. Посмотрите на Китай, там нет никакого прихода. Но так как они поменяли идею с контролем на рост, у них есть этот рост, у них все цветет и пахнет. И они теперь супердержава, и они друзья наши, самые лучшие спорные страны и так далее. Так давайте вот простая идея. Потому что вот эти идеи не вложить в головы, даже в этой аудитории. Только если здесь закрыт, держать, не выпускать, не давать телевизор, ничего. И пару лет над ними издеваться, тогда можно мыть, да. И то будут в плечах сегодня секс, понимаешь? У них что-нибудь такое, да. А вот простая идея. Заменить контроль на рост. Может быть. Нет, это лозунг. Как он должен фиксироваться? Потому что они рост покажут любую ситуацию. Какие конкретные рекомендации, что-то выразить. Ваня, я понимаю, что здесь очень понятно, да. Можно написать лозунгов для компании 2020 года и попытаться, чтобы это как-то интегрировалось туда. Самая либеральная программа в компании президентской области в 2015 году был Лукашенко. Несомненно. Потому что он взял кучу лозунгов с наших собственностей и пошел. То есть на лозунговом уровне вопросов нет. Но опять-таки наши лозунги-то одно, а конкретный документ, конкретные вещи – другое. Причем, я не знаю, почему вы так обреченно говорите, что невозможно там менять какое-то же мировоззрение. Да можно, только с этим. Нет, я просто вам приведу пример. Лукашенко в 2002 года сказал «пакшивый губ». Правильно? Правильно. Вот вы его анализировали, да? Да, наверное. Сейчас пошло не целых 20 лет, причем без активного такого системного, как все говорят, работы с мозгами, с информацией, там, по-моему, соцсетей, имидж изменился. Слушай, Ярослав, я просто могла… Твою минутку. Твою минутку. Я сначала на них потом… Хорошо? Твою минутку. Давай. То, как вообще, по-моему, их меню тоже на них крепче, даже собирают, даже, даже, кредитные какие-то договоры. И, подводя итог этой передачи, дикторы- ээээээээээээээээээ – вот, лицо «логове freshmen», вот такое, вот. И вот это вся моя позитивная уверенность в том, что имидж изменился. Вот и сказать, что это единица. Друзья, вот по этому поводу. Нет, подожди. Простые же шаги Вы пробихнули в последний декрет. Декрет это не руководство в действии, к сожалению. Сейчас для того, чтобы чиновник это заработал, нужно ввести в нее 35-40 актов законодательства. И тогда, возможно, это будет работать. Нет, на самом деле с Коваль согласен, с Анной, что, например, вот этот декрет с ВВП, нафиг. Да. А ему нельзя. Можно. Нужно. Меняем контроль на рост, а для этого вот эту статью головного кодекса. Нафиг. Нужно. Вот эту вот. А что в предложении? Вот это вот сделаем. Вот Вы сейчас очень хорошо об этом говорите. Вот сделайте предложение. Он был очень грамотно здесь на все эти три дня говорить. Это то, что это уже с темно. Вопрос следующий. Вопрос о том, что нужно нафиг, да, озвучить и представлен через Аню лично-президентно. Документально. Документально, с помощью аналогичного персонала. Это сделано для парламента, это сделано для Совета Министров. Это включено в концепт-производство. Это бездействие. На последнем заседании Совета Президентства будет то же самое однозначно. Все, причем говоря, швец, говорят, компромиссов здесь быть не может. Нет подрешения вперед. Что можно сделать с точки зрения науки, аналитики, сетей, смеха, крика, чего-нибудь для того, чтобы в конце концов... Предложение есть у меня. Вот какое, давайте. Берем, значит, пять кейсов, там, не знаю, мебельщики эти гродненские, там, не знаю, пинг-дреф, коммунарку, да, и аудит, анализ. Вот как предприятие развивалось до национализации, после национализации. Я уверен, что цифры будут очень меньше. Мы не можем вам такое безделать, просто информацию не дать. Это же доступ к информации. Ну, есть. Нет, нет, простите. Похоже на такое. Извините, отличный пример. Фабрика Витинске, да? Час, когда было прибыльное предприятие, посадили убытки 350 миллионов. Ну вот, пять кейсов. Кто из чиновников поет за это ответственность? Пять кейсов и президент. То есть, аналитическая... Друзья, я, Ванин, мемберский очень правильно, да, вот есть нужно там аналитическое обоснование, нужно писать такое, раз, два, три, вывод... Что арест жилья привез к убыткам таким-то, разрушило столько-то ручных мест. После того, как я написал... Нет, Ванин, после того, как я написал по поводу Арбузова, что его арест и содержание в тюрьме несет в стране убытков 800 миллионов долларов, Вячеславович был ответ сначала из органов в Советской Беларуси, а потом его отпустили так. Ну вот, давайте вот в эту точку долбать. Ну, вопрос, вот, конкретный случай, да, вот, друзья, ваше соображение, рекомендации, там, советов. Вот все, что вы говорите, там, аналитически, информационно, организационно сделано, чего не хватает и как это потолкнуть вперед, чтобы, в конце концов, у нас указ, 488-й, оказался там, в конце концов, в конце концов, в мусор. Вот, кого еще кровь увлекает, по кем будет его сделать. Давай. Вот, очень хорошо сказала, по сегодняшнее утро, вот все его по ходу приходит. Ведь СМИ – это пятая власть. И об этом всегда, когда организовалось Управление экологической работы, и я, в общем-то, тоже была у истоков, это был один из главных вопросов – поднять СМИ, потому что в тот период СМИ было в абсолютном разваре. Сегодня, посмотрите, это главный инструмент государства, СМИ. Но сегодня ведь СМИ и интернет открыты для многих, для вас в том числе. И если эту информацию, которую я озвучил, вот предложил Иван, очень грамотно, действительно, столько-то рабочих мест именно потеряно, такие-то убытки, столько-то страна недополучила, это тоже идеология, столько-то страна недополучила налогов. Сегодня на волне серьезнейшей безработицы и проблемы государства по занятости и самозанятости эти теды будут услышаны. Они будут услышаны. Вы не думаете, что власть не смотрит интернет и не читает? Сам президент все сам рассматривает и ему докладывает. Особенно, что касается то, что против идет. И об этом я тоже знаю. То есть идеология, я бываю на разных совещаниях. Поэтому я вам говорю честно и откровенно, это слышат, это рассмотрят и более того, ставят где-то в пример о том, посмотрите, какие блоки, как сделаны сайты, вот как. А вы, общественные организации, государства, вам надо на них равняться. У вас такой ресурс, у вас такой Романчук. И вот эту информацию, у вас такие мозги здесь, ребят, серьезно. Я просто, я под таким впечатлением, что я говорю, мне нужна неделя это все переварить. В этом отношении я даже в пример поставлю, если мне Романчук позволит сообщить о том, что я была на подобном мероприятии. Я с большим удовольствием на ближайшем... Он и вам разрешает. На ближайшем координационном совете областном, вот даже областной координационный совет общественных организаций, куда я хожу уже на протяжении более пяти лет, и там слышат, когда мы поднимаем вопросы какие-то, причем злободневные, я не буду даже, могу рассказать такую быстро, ситуацию, когда был с Тунеядским, сейчас он по-другому называется, уже не называете его так. Это уже люди не занятые в экономике, уже не тунеядцы, уже совсем это по-другому. Звучит особенно в информации, скажем, официальной. Так вот, тоже был вопрос, собрали общественные организации вот перед тем, как вдруг будут волнения, уже прошли волнение, вот, после волнения. Когда прошли, когда площадь, тут на площадь, у нас же в Гомеле, пожалуйста, никто никого не перекрывал. Только потом сделали выводы, когда и сверху посмотрели, по чьими флагами они шли, когда умные люди посидели, и мы друг с другом поговорили. Так вот, я лично тогда высказала свою точку зрения, не боясь никого. Причем, ну, это было в конце заседания. Потому что, может быть, потому что у меня все-таки есть авторитет, и зам. Крепли с ним вместе начинали с комсомола. Я могу сказать, Владимир Александрович, давайте не будем закрывать глаза на правду. И, действительно, он говорит, какие у вас предложения? Я сказала конкретно, что документ предоработан, там еще есть какие-то... Но это было конструктивно. Это было от сердца. Это было отназначено. Это было очень важно. Это было... Спасибо, спасибо, Алексей. Вот в отношении вот этого. А вот задайте себе сейчас... Один вопрос. Вот самоидентификация нас здесь собравшихся. Мы кто? Подождите. Я совершенно четко... Это бизнесмен. Смотрите, Леша, Леша. Влиятельные люди. Да. Аморфное занятие такое, да? Как можно повлиять? И, в общем-то, то, о чем мы говорили, мы сегодня живем, мы с вами для пользуем на одной таблетке зверина. Ну, скоро ее действие закончится, вы вернетесь к себе в офисы, взвалите на себя непомерный груз своей повседневной работой и забудете на целый год все, о чем я говорила. Может быть, иногда, там, медитируя, переосновывая, ах, как было классно, там, в летней школе Ярослава Романчука, ну, это все. Поэтому, ну, как в том же управлении, да, вот есть для умных сотрудников и для простых сотрудников, там, управление по целям для умных и управление по четким правилам для тех, у кого нет ни мозгов, либо времени учиться. Может быть, стоит нам здесь, всем собравшимся Леопольдом, влиятельным Леопольдом, да, начать с простых правил. Не думает, что мы тут можем все. У нас все сделано. Потому что даже Светлана сейчас говорит, я рассказала, и меня услышали. Ну, и что, Анна вчера открыла глаза. Простая атласка всех чиновников, вы ничего не понимаете. Поэтому то, о чем я говорю, что не надо встречать со второго этажа Леопольдского пентхауза, мы же давайте жить дружно. Надо вести целенаправленную, нападательную, наступательную стратегию. Ярослав задал вопрос, что можно делать. Самое простое, что не требует интеллекту у чиновников и у правительства. Публиковать пример. Лучшая практика. Слышали это выражение «best cases», да? Как какой-то вопрос решается в какой-то конкретной стране. Что-то лучше всего решается в Сингапуре, рассказываем про Сингапур. Что-то лучше всего решается в Германии, рассказываем про Германию. В чем-то Россия нас обогнал. Классно. Рассказываем, как это сделается в России. Когда вот эти вот примеры подкрепляются, например, расчетами, как бы это могло быть сделано в Беларуси, это хорошая наступательная тактика. Чиновнику сложнее намного будет протащить какой-то бред, который выгоден ему или позволяет ему и дальше ничего не делать и сидеть в своем кресле. Я же депутат, а вы ничего не знаете. Когда мы, влиятельные Леофольдовы, будем показывать, как можно и как уже человечество что-то делает, мы будем заставлять их тянуться за этими примерами. Либо хотя бы создавать дискомфорт и неудобство в поиске оправданий, почему Беларуси так нельзя. Все. Да, я согласен, кстати. Можно прийти к местным депутатам, спросить у него, как он вообще рулит нашим общим имуществом. Это опять же не показать, как можно и почему ты так не делаешь. Да, да, да. У каждого депутата спросили, почему они проголосовали за третий депутат. Вот или так? Да, например, так. Ну, не просто прийти там тет-а-тет. Не следите. Ребята, следите. Почему вы не проголосовали, Анна? Извините. Это опять же, вы уже не понимаете, он против экономической безопасности страны. Ну, вот. Прийти с вопросом, вы знаете, вот в вашем декрете вот это херня. А вот можно сделать так-то, так-то. Почему вы не хотите сделать как хорошо? Это другой подход. Это на уровне формально, а не местных депутатов. Нет, на уровне. А вот депутатов палаты представители. Но вопрос заключается в том, что то, как отрицательно влияет декрет номер три на экономику, на имидж, на все, было положено еще год назад, полтора года назад. А так, бывшие ситуации, варианты развития событий, конструктивные, были разосланы все общественные ведомства и даже были получены замечательные ответы. Что? Если данный инструмент не работает, значит, должен применяться следующий инструмент. Опять-таки, грамотный и корректный. Какой? Вот. Мне очень понравилась идея Ивана. Вот, стоп. Вот это именно то, что сегодня важно. То, что сегодня актуально. Не даже голос прорезался, это хорошо. Это действительно будет работать. Но важно преподнести. Это корректно и это актуально. Люди грамотные. С экономическим таким образованием, что Европа может позавидовать. Карфунин меня вчера вообще поразил. Я просто... Тут у вас такие кадры. Да, но вы понимаете, что нет критерий акцент этих решений власти. Стоп, я предложила, я внесла предложение. Продолжение было, то есть каждая точка зрения своя. Ваня. Все. Хорошо, сказал? Друзья, другие вопросы. Я хотел бы подслужить. Какой-то, какой-то. Я вам не знаю, это меня. Действительно, с точки зрения системности, вы можете просто подойти к этим всем проблемам системности. Есть такая подаводка. Если вы хотите получить результат, которого вы не имеете, начните делать что-то, что вы не делаете. И, в первую очередь, это действительно продвижение. Это не только то, что Алексей сказал, кейсы, и вам сказал, кейсы успешные зарубежные. У нас в Лобаке также уже есть кейсы. Их публиковать в том числе. И может быть даже с мотивацией тех же чиновников, что посмотрите, вам же это удалось сделать. У нас получилось вместе. Давайте следующий шаг делать. Вместе. МНС очень гордится тем, что им удалось ввести плоские ставки протокодного банка. Ну, пожалуйста. Категорически они против валентного введения на 1-5. Это надо использовать эти инструменты. Дальше. Опять же. Речь шла о том, какие инструменты. Мне кажется, надо создавать, не знаю, рабочую группу какую-то из интеллекта, которые индивидуалов, которые здесь создались. Поставить цепочку. То есть все изменения идут потом и по, через, к. Во-первых, самим понять. В 2015, что мы, с точки зрения, как говорится, цели, частного ресурса партнерства, что мы хотим получить. Через что нужно пройти. Какие элементы. Проводить те же, возможно, чиновниками, те же фасад сети, по поводу того, какое будущее может быть делать. Какие угрозы, какие факторы влияют. С кем? Кто с кем может сообщаться? Ну, я думаю, что все-таки инициатива должна достигнуть от нас, принимать и приглашать. Ну, возможно, вот опять же через продвижение этих идей через СМИ, через продвижение готовых решений кейсов. И приглашать их участвовать в формировании вот этого будущего. Потому что программы государственные, где 1742... Это миф. Ну да, да, да. Это зрея. Они же не опубликованы. Никто о них не знает. Друзья, вопрос следующий. Вот платформа, как бы эта платформа, да, бизнес-повестка, не обеспресс. Есть озвученный спрос, да, на стратегию 100 миллиардов. То есть это как бы есть спрос оттуда и чиновникам все задачи. Как может использовать эту ситуацию, для того, чтобы включить в нее те вещи, которые нам нужны, и те, которые, собственно, я говорю... Ну вот это как раз уже проще и понятнее. 100 миллиардов мы там, условно говоря, делим на районы или там по населению, да. Приходим к местному чиновнику. Ты же должен дать там не 100 миллиардов, а там 2 миллиарда. Свою часть. К примеру, да. И вот если мы будем делать вот так вот с тобой, то ты, наверное, что-то подвинешься к этой цифре. Тебя переизберут. Да, например, да, например, тебя переизберут. Какой-то обет. Мейнскрининг. Можно дальше сделать? Думаю, спасибо. На счет того, уважаемые коллеги... Только без Сталина и Гитлера вы просите, просто. Без Сталина и Гитлера, пожалуйста. Я не знаю желательно, я тоже не спорю. Губоко ошибается, когда-то она заменит контроллера. Это ошибка была еще в 70-е годы. Вот. Вы не переживайте. Существует эффект 101-й обезьян. Да. Понимаете, да? Да. Поэтому особенно не упирайтесь. Второй момент. Ну, сказал Регорвич, что надо 100 миллиардов. И тут, понимаешь, подняли все свои задницы и пошли говорить, как их достичь. Это не ваша. Это не ваша задача. Ваша задача – это защита и впечатление частной собственности и создание элементов ГОС. А ходить куда-то и предлагать кому-то что-то. Пускай они это решили, пускай они своих вспомнили. Обезьяна отвечает этому. Вот. Второй момент. Не надо особенно печалиться в том, что вам надо кому-то что-то рассказывать, кого-то в чем-то убеждать. Да. Был такой академик Сахарова, он говорил, прям мягким голосом, он еще и протаил. А в это время работали трубадуры, ЦК КПСС, мощные планы. И секретарь обкома комсомола говорил Светлане «Света, добьемся того, что комсомол впереди пойдет за журнами». Зваги – коммунизм. И струнила коммунизм, и она строила. Я снова. Струила. А теперь говорит, не будем себе строить другое. Капитализм. А Иван говорит, нет, не надо никакого контроля, надо чтобы рост был. А экономистерсор, ребята, рост – это иллюзорная штука, надо чтобы рост был, развитие. И тут опять все вернулись с первой точки, а что делать? Значит, я вам предлагаю так. То, что вы живы, то, что вы работаете, то, что вы молодые, красивые, нахальные, этого достаточно, чтобы на своем примере показывали. То есть так, что нахальны? Я считаю, не только нормально, не только нормально. А чем больше кто-то будет стараться подсказать администрации вертикали, как им лучше работать, тем больше будет вызывать раздражение. И я бы сказал, откровенные человеческие ненависти. Потому что предприниматель… Да, успешим руки, когда ему завидуют протекали. Делайте так, чтобы вам это никак завидовали. Спасибо, Саша. Он сказал, что он наглый, и все. Он сказал, кто наглый, я понесу. Я как раз еще до выступления… Я хотел как раз сказать, и то, что я всегда говорю. Давайте мы сами для себя станем эффективными. Чтобы конкретно наш бизнес был эффективным, и не надо было стыдиться. Чтобы можно было показать цифры, которые… Вертикаль, горизонталь, наклонная какая-то. Они просто офигевают. Когда я показываю мои цифры, все говорят, что это сделать невозможно. Притом, самое интересное, что чаще всего это достигается от эффекта синергии, когда мы взаимодействуем, когда мы сотрудничаем. А не то, о чем мы с Ярославом частенько говорим на Примусе. Вот это художское создание. И то, что Леша там как раз говорит, что мы, как великие коты Леопольды, разберелись потом по своим бизнесам. И говорим, скорее бы, Ярослав еще нам дал 4 дня отдохнуть от этого последнего нашего бизнеса, который вы просите забыть. Минута так сама рекламы опять-таки. С Лешей, можно сказать, познакомились. И сейчас мы собираемся сделать… Тут как раз с Евгением спасибо тебе, что познакомились. Опять-таки, хотим сделать блог. Хотим сделать то, чтобы когда-то на мероприятии, если ты помнишь, в Равичах родился, сделать канал «Уважаемый господин президент» и там показывать скрытый край мир насеятых чиновников, например. Понятно, защищается БМП, да? То есть, на самом деле, не ждать, что советская Беларусь захочет опубликовать какую-нибудь статью. А просто делать свой канал. И то, чего Евгений вчера хорошо сказал, надо, чтобы блогов было много хороших, в которых об этом говорилось. Притом, опять-таки, не так, чтобы это был неуправляемый хаос, а чтобы это все-таки было не видно, но, на самом деле, единая концепция, которая тут в заговорческой этой комнате договорились, решили и друг другу помогаем что-то интересное происходит и показать и населению, и чиновники. Как Ярослав, опять-таки, хорошо сказал, что на самом верху его читают. Потому что они постоянно находят ссылки просто один в один текст. Уверен, когда мы сами для себя же сделаем что-то интересное, для обмена информацией интересной нам, вот тут стопудово все чиновники будут читать. А когда там будут написаны рентабельности, цифры взлета экономических объектов, да они просто слюной захлебнутся, обязательно позвонят, потом скажут, Леха, ты сегодня не код Леопольда? Звери не наелся? Все мы же звоним. Кочевский. Спасибо. Вопрос в том, что... Такой еще вопрос к вам, друзья. Немножко грустно от того, что мы скатываемся на микро уровень такой-такой, какой-то базы, да? Сергей Федорович постоянно говорили о необходимости экономической теории, то есть как будто уровня стратегического населения, для того, чтобы все-таки мы не обсуждали там, запятые, там, сколько прибыли, все это совершенно классные вещи. Особенно с вашей точки зрения необходимо вводить вот тот дискурс, который я говорил, то есть который на самом деле является источником всех этих задолжений, всех тех регуляторных чушей, вреда, которая, собственно, потом, с которым мы боремся, там, заплатка. То есть либо мы теорию продвигаем через такие-то вещи и формируем класс элиты интеллектуально-теоретической, да, которая, вот, является СМС, там, не пропускающим идеей, либо просто мы это оставляем, там, да, в каких-то лучших времен, придут-придут, вот, и просто сконцентрируемся на вопросах, связанных с чисто с тактикой, там, чисто 8-8, там, ИП, там, ставки налогов, там, еще что-нибудь, то есть, грубо говоря, вот, в мелочок погружаемся, вот, либо полностью это забываем, вот, и только это не пока. Ваня. Система электринации, вот эти, она выстраивалась глядами, она продолжает работать, приходит молодой маркетолог, и у него себестоимость зашипа в подход, и вся вот этого, труд, и нормирование, ну, и как я ее могу переубедить в чем-нибудь? То есть нужно ли столько серьезно заниматься с серфой? Серфу это университеты, серфу это пропаганда, серфу это информация, серфу это, там, университеты, это те люди, которые пишут. Да, университеты огромные, ну, как это... Ну, ты не можешь с ней бороться, к сожалению. Мы не можем с ней бороться. Для Федоровича. Для Федоровича не может. Его парадоксы, они, понимаешь, не прошибают эти стену в любом случае. Поэтому, ну, это контр-контр парадоксом, понимаете, когда вы, они из-за своего нормирования едят живых людей, мучают их там, вы бы контр-парадоксом. Кексы. Поэтому я не про Рост говорю, а простой посыл, перестаньте людей есть, держать клетки, убивать, разрушать. Нет, я думаю, многие подумают, что он стоит на неверных теоретических сандалиях, да? Викрософте это правильное теоретическое. Нет, что это есть? Беларусь – это просто искаженное общество. Это достаточно деформированная страна с наличием элиты, которая не способна коммунировать основные позиции по ценностным критериям, по теоретическим основам движения общества и экономики. Поэтому, ну, она есть, эта элита, она, так сказать, находится у власти. Есть два способа просвещать ее. Второй способ. Я, когда был в системе Всемирного банка, ко мне обратились в руководитель, и сказал, Игорь Михайлович, а Вы можете договориться так, что мы проведем однодневный семинар в Беларуси, пригласим реформаторов, значит, там, из стран, где мы проводили рекорды, пригласим наших подписоров, а Вы договорились, что, ну, Александр Григорьевич, может быть, не сможет, но чтобы дети или его сыновья участвовали в этом семинаре, вот, да, и тогда вот, может быть, мы так подействуем на реформе Беларуси и прочее, прочее, прочее. Ну, я хочу сказать, что… Мы получили. Это подходит для Всемирного банка. Они так думают, что вот надо кого-то взять и, так сказать, обучить. Точечное внимание. Точечное обучение. Точечное внимание. Но я говорю, что я сторонник как раз концепта 101-й обезьяны. Не успеете выдвинуться, как Александр Григорьевич Лукашенко, садясь в новый, ну, свойств, или в новый МСДС, вдруг скажет, а не замутит ли нам в бизнес. Вместе с Иваном Викторовичем в городе Технополис, где обувь будет собираться на 3D-принтеры. Это будет самое лучшее решение. Но он должен договорить с гироскутера курить пыль. Друзья, спасибо, Светлана. Две-три минутки и год закачивается. Вопрос еще раз. Вопрос. Теория есть, о которой мы говорим, которая является источником всего того вреда, который делается для бизнеса в том числе. Лукашенко говорит 100 миллиардов долларов. Мы в этом плане должны говорить только про вот кейсы, которые говорит Иван, мелкие такие вот, что и Саша говорил. Либо, собственно, должны уделять внимание в том числе и теории, этим фундаментальным вещам. Все, я поняла вопрос. Значит, я абсолютно согласна, господин мэтр, с вами. 100 миллионов – это вопросы совершенно другого, миллиардов. Это вопросы другого порядка. А ваша задача – это действительно ваша работа и ваш бизнес, ваши семьи, и мое мнение, вот еще раз повторюсь, может быть, вы меня не совсем правильно поняли, не учить служащих, в смысле, чиновников, что им и как делать, а со своими проблемами, вот с тем, что происходит, даже по итогам вот этого мероприятия, как правило, как это делается в системе вуз управления, по итогам любого совещания и семинара есть какой-то протокол, там, или протокол поручений, или есть какое-то воззвание, скажем так. Ну, то есть, во всяком случае, какой-то пакет информации, проблемы, которые есть, вот эти проблемы, у вас есть проблемы, вы говорите, так, этот есть закон, этот, но он не работает. Конкретно. Но мне очень понравилось Иваново предложение. Поэтому я считаю, что вот это предложение в СМИ, красивое, если с идеологической точки зрения обыграть в интернете, оно будет уже первым шагом. Леша, от которых мне бодры позвали, что ли? Хотели что сказать? Нет, Леша, ты сначала. Посмотрите, сделайте глубокий вток, и посмотрите на ситуацию в этом зале. А, вот Леонид Федорович в белом. А сверху? И сверху. Нам гонит. В образе Папы Римского. Изображает из себя... Что там делает Миша в черном тогда? Вот Леонидского, который доносит до вас самые сакральные экономические истины. Вы все развеете себе лучше, и не понимаете, что это, реально, как бы, функция трикстера. Он вас троллит. Вы говорите, что делать не надо. Скоро будет сто одна обезьяна. И все будет хорошо. Это такой... Это не... Леонид Федорович сейчас играет роль. Успешно. Блистательно. Аплодирует. Но на самом деле, это такой черный демон толерант. Который говорит, что ничего не делает. Подождите. Все будет хорошо. Но на самом деле, все влиятельные Леопольды, Беларуси, они находятся на положении узников в Хенвай. Ну, если это жестко, индейцев – резервация. Вас нет прав. Вас забрали в ваших буйволов, ваших лошадей. Вам сказали, что сюда не лезь. Это не резервация, тебе сюда нельзя. Это только для белых. Это нельзя. А что с тебя скапить с ним? Если у тебя будут красивые поделки, битмамчики будешь делать, какие-то поделки из сонского волоса, мы тебе бизнес заберем, отдадим Рокфеллеру, это будет в Нью-Йорке большой супермаркет, а ты сиди в резервации. И жди, пока у тебя в резервации не растет и не вырастет 101-ая обезьяна. Я думаю, что так делать нельзя, потому что ни один из нас, ни один из наших детей не дождется этой 101-ой обезьяны. Потому что вот Саша Малашов очень увлекательный, увлекающийся бизнесмен. Он говорит, мы сейчас сделаем, мы сейчас это все построим. Упаси Бог, Саша, сделай что-то успешное, что можно отжать или забрать. И показать. В этой резервации такие правила, что ты будешь с печалью вспоминать, какой ты был крутой, какой ты хороший бизнес сделал, пожевывая там похлебку из алюминиевой миски и ожидая там условного досрочного освобождения. Нам нужно менять правила игры. Я прошел, поэтому и узнаю. Друзья, все понятно. Максим. Сейчас, секундочку. Максим. Так, я тоже не согласен, что нужно сосредоточиться только на себе, как бы заниматься с собой. Потому что, ну вот, мы успешно выполним задачу для Беларуси 100 миллиардов и не будем трогать, не привлекать для этого чиновников. Ну, они же автоматически сделают вывод, что это они молодцы, это они сделали как бы, и значит все они делали успешно. Поэтому, что делать конкретно с ними, это мы вчера разбирали как бы, но останавливаться только на себе не стоит. Смотрите, вот, простой сюжет, да, Лукашенко к осени, да. Созреет к тому, что, ну, он столько говорит, он урожай должен собрать. Нет, ну, соберет урожай, зажинки там, отмени, все это пройдет, да. И начинается пора унылая, очаровато, да. И вот он говорит, слушайте, я что сказал об этом, да, почему никто не терится. У меня через два года выглали, да. А от сюжета нам нужно что-то сказать. Где бизнес, где ученые, почему за их ничего не вклад не делаем, почему, вот, стратегию, да. Он говорит, я там обезьянник, все что угодно. И вопрос следует, есть какой-то спрос, да. И если мы как бы платформа, это уже выход за бизнес. То есть, как-то, можно заниматься бизнесом сколько угодно, да. Это, может, такой классный кейс быть, про тебя написали, там, замест по советской Беларуси, сказать, что ты молодец, потом, а, я посмотрел на ОНТ, 10 заметок против бизнеса, и на самом деле это вообще ничего, ни о чем, да. Поэтому вопрос в таком, что если есть какой-то спрос на какие-либо, то же самое по налоговой, бюджетной политикой, будучи такой же, да. Хорошо. Либо мы сидим в стороне и говорим, у нас хорошие трансмены, вот, и мы там хотим изменить там пункт такой-то, автопунктокодекса, и не можем ничего. И мы предлагаем системные изменения, которые позволят, не скажем так, создать минимальную возможность, чтобы хотя бы кто-то там, в Могилеве, в Витебске прочитал это и сказал, блин, это же нормальное предложение. Ну, вот с точки из резервации. Ну, подождите, ну, все в резервации, да. Мы все в этом сидим. Либо говоря, это вопрос, ну, метафора метафора, да. Но практика работы на следующий год, да, вот такова. То есть мы вот, либо мы в этих процессах участвуем, либо мы поблидаем со стороны, смеемся, ёрничаем, троллим, все что угодно говорим, да. А мы просто не понимаем, что на самом деле, вот, все равно же есть сюжет, да. Потому что, чтобы продвигать наши месседжи, надо, чтобы об этих месседжах знало миллионы. Миллионы через наши информационные площадки. Маленько. Сейчас, сейчас, сейчас. И когда вот маленькие эти, значит, потоки, да, а сколько у нас, например, совокупна аудитория всех нас в соцсетях? Миллион Романчука и наших еще... Десять человек, десять. Нет, вопрос в том, что нужно, чтобы вот именно у каждого человека вот вклад в это делать, собственно, это вот информационная силусть. Сеть влиятельных людей, сеть тех людей, которые, грубо говоря, есть вот, все это значит, что он классный, я об этом говорю, у него есть там сеть десять тысяч человек, собственно, десять тысяч человек это знает. Вот, собственно, что знает работа, популяризация и поддерживание каких-то идей. Вот, без надежды там, ну, не взорваться, Леша, мы уже давным-давно, в этой точке зрения, уже живем, и есть, например, органы, органы, ты пишешь, молодежь, секундочку, мы пишем для того, чтобы наш голос стал мощнее, сильнее, четче. я не пишу свои материалы, я ничего не делал, для Лукашенко. Понятное дело, что он тоже там это может слушать, но, когда люди читают, да, все нормально, он туда заходит. То есть, ну, если там, вот, например, генерация контента, генерация мысли, другое дело, продвижение, и, собственно, даже если человек не может там, не обладать ресурсами для того, чтобы генерировать что-то, да, то тогда вопрос участия в продвижении, в создании той сети, в которой, контент может помогать, иначе. Иван. Я хотел сказать следующее. Последние десять век, я плотно общаюсь, представитель иностранного инвестора, с нашими чиновниками, с бизнесменами и так далее. Значит, я с Селябином Федоровичем полностью согласен, что по поводу чего? Чиновники прекрасно знают, ну, как большие, малые, все проблемы, которые есть, потому что бизнес, либо на футбольном стадионе, либо в бане, либо за теннисом, все это рассказывает. И чиновник, от малого, от большого, все это передает. Поэтому они все это знают. Когда у нас такое наличие большого рекрессивного аппарата в виде МВД, КГБ, ТФР и так далее, перемены, они, в принципе, пока невозможны. и мы говорим, что вот здесь выше, да, но тем выше сядет под вениками. А что этот веник? Этот веник и есть вот этот большой рекрессивный аппарат, который не позволяет менять запрегионы. И сейчас мы будем называть эту структуру большую, когда генеральный директор назначает на должность определенного там своего структурного разделения, опытного специалиста и так далее, ему в средствах президента проходит выгола, что он в отношении специалиста профильного, да, а не какого там, которого предлагали оттуда. Они нужны. Поэтому, в принципе, надо быть успешными, быть безумными, как выразить Стивиджок, делать себя, позиционировать, может быть не в этом, вдруг станут показывать, как можно делать деньги, как можно зарабатывать, но здесь в ближайшие времена просто серьезные проблемы в принципе быть не могут. Мой такой. где надо? Я опять к своей теме. Системы. То, что ты говоришь, надо ли теорию. Теория, грубо говоря, к тем действиям, которые мы можем предприменять на сегодняшний день, в некотором системе находится. Но, она ведь состоит из системы от системы. И вот это вот дробление. Надо тот самый стратегический план, да, например, внедрение какого-то из пунктов, тех, которые ты говорил, он дробится на определенные действия и точно так же через нас, даже через нас, он, через кейсы успешные, он популяризирует тот верхний элемент. Вая система основного развития преимущества. Ну, она ведь не просто так, она либо под воздействием чего-то, тех самых подсистемных возможных действий, либо на системных решениях, либо преодолевая что-то. то есть, вот эти элементы, ну, надо просто все рассчитывать. Ну да. Изюльич, последняя я бы быстро, вы знаете, в чем секрет Брестской крепкости? Почему Брестская крепкость не сдавала? Потому что КВД. Зона комфорта была создана. Нет, потому что батальоны в КВД. Там стоял комбойный полк НКВД. И находились в казематах бойцы, которые были арестованы за антисоветскую деятельность. Если бы они стали бы немцами, их бы расстреляли бы родственников, так сказать, матерей, людей и прочих. Если бы они не сопротивляли, или нет, и там и там им бы расстрел. Так? секрет в том, что предприниматели те же самые антисоветские люди. Ну, что? Да, у вас там и там расстреляют? Геннадий! Черную деву! Черную деву! Теперь, да, теперь я хочу сказать, что когда человек находится на кране своих вот этих концептуальных позиций, он лучше работает. И это очень важно. Второй момент. Я хочу сказать, что все, что я предлагал, все правительственные делали. Надо было сделать, внести дорожную сбору цену бензина. Внесли. Причем за месяц, за две недели. Внесли и сделали еще в каком-то 96-ом году. Надо было принять позицию, согласно которой цена квадратного метра равняется среднемесячная зарплата в стране. Внесли, это в документах, правительство есть. Надо было сделать плоскую шкалу налогов. Ну, двенадцать лет, говоришь, сделали. Алик, так а чего, собственно, я? Что вы жаловались? Дальше, следующий момент. 2022 год, если нормально. Да, следующий момент, очень важный. Каждый должен заниматься своим делом. Хотя, я говорю, если я говорю, я отвечаю за свои слова. И при этом, мне надо быть пушистым. Вас не любите, никогда не слушайте тех, кто пушистый. Те, кто умеют биться с размахом, по коленкой, по подержать, вот это да, это было, здесь надо послушать. Вот. А то, что касается предпринимателей, ребят, грецкое крепость, все нормально, берите бутылку Осина, защищайте себя, свой бизнес. Но, не везьте там, где должны работать руманчуки, заигры, или кто-то еще. Мы это возьмем на себя. И, кстати говоря, никогда проблем не было. Более того, чиновники подходят, Петрович, пиши, мы же ничего, мы же безмолвные, мы никто. А тебя, а тебя услышат, а тебе можно, и тебе нужно, и пиши. Так что, и вы не переживайте. То есть, спасибо, оригинальный последний слово. Последний. 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 по вашему, я, я хочу сказать, я полтора десятка лет был чиновником, потому что все, о чем вы говорите, я, вот я подумал, вспомнил это, и подумал, вот, это детский сад. Детский сад, это такое вот веселье для них. Но, если серьезно пойдет, правильно ли все рассказал, да это самое, да кто вы, что вы там, какое общество, и все остальное, в случае нет, и силы, и прочее. Но, понимаете, кто хочет посмотреть, что такое чиновник, найдите статью Блазковицкого, бывшего начальника управления администрации президента, который четко, на трех страницах, написал, как он живет, работает, как он думает, что он хочет, чего он желает, и чего он не желает, никаких условий делать не будет. Просто долго это объяснять, но вы правы, не уходите. Но, если что-то делать, вот, делать, правильно, нужно, во-первых, есть, как сообщество, предприниматели, мы можем, не по чиновнику, давайте, я же говорю, в отношении чиновников, ставить вопрос о том, нарушен закон по отношению предпринимателей или нет, и жестко это добиваться восстановления. С точки зрения экономической, нужно вычленить понятную для всех проблему на сегодняшний день, и показывать, не рассылать его пропаганду, а, как говорят, агитатор, взять одну проблему и показать на ней, ну, долгую упорную, несостоятельность. спасибо, спасибо, все, друзья, буквально 10 секунд. 10 секунд, Леша, ты так классно выступал, подаришь Романчуку 20 часов своей работы, сделай маркетинг, следующий. Супер. Он дарит тебе, слушай, передвинулся с товарищей, он дарит тебе, двадцать, 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 двадцать. Серьезно, ну это круто. Иван, я тоже готов перемешивать немецкий язык без восьминеза, Романчука труды. Вот, супер, все. Светлана, 10 секунд, последний. Все? Мне все очень понравилось. А, заключение? А, заключение? Ну что не надо. Заключение не надо. Оставим многоточие. Леша. Бюджет нашего мероприятия, я могу только ориентировочно представить, потому что он четырехзначный, как минимум. А, представьте себе, кто в Минской живет, улица Мясникового, здание Минэкономики, и какой-нибудь там, госполком, это вот либо Ленинградская, либо напротив Минсвязи, начало проспекта независимости. Вот повесить такой большой бигборд. Нужно сто миллиардов, бюджет, в Беларуси, слушай Примус. Хочешь быть успешным, слушай Примус. И эффект, и цена будут несопоставимы без обидцов с нашей школой, где мы поговорили и Леопольдами разверлись. Вот такой бигборд повисит, хотя бы, например, полгода напротив Минэкономики, напротив госполкома, и это реклама. Каждый послушает. На Примусе всегда есть Ярослав, есть всегда Леонид Федорович. Иван выступает, Геннадий выступает, Коряга выступает, Саша выступает. Я иногда записываю. Я выступаю. Депутаты выступают. И эффект будет постоянным. Если у вас есть мысли хорошие, звоните Ярославу, приходите, рассказывайте. И всем друзьям скажите, слушайте. Давайте попросим, если есть для рекламы. Мы Витебский можем помочь. Друзья, всем большое. Значит, тогда мы ждем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok